Доброе утро, уважаемые телезрители! С вами Ольга Золотая. И сегодня мы поговорим о том, как заменить плохие привычки хорошими. А кто из нас в этой жизни не говорил себе, что с понедельника изменит жизнь, что избавится от всех дурных привычек, что научится все делать правильно и хорошо? Я думаю, что очень многие. Но как это сделать правильно, мы иногда не знаем. И оттого все наши самые лучшие пожелания, самые лучшие порывы, они у нас так и остаются порывами. Итак, что же нам советуют психологи? Как стоит поступать в том случае, когда вы действительно увидели свои плохие привычки и решили от них избавиться, и решили приобрести какие-то хорошие? Вы берете листок бумаги. Делите его пополам. Слева вы записываете все ваши дурные привычки или те привычки, которые вы считаете дурными или хотите от которых избавиться. А справа вы записываете ту привычку, которую вы начинаете у себя воспитывать и которая заменит вашу дурную привычку. Допустим, вы постоянно опаздываете. Это, конечно же, дурная привычка. Она нехороша и для вас, и для окружающих. Вы ее записали. Вы записали. Я постоянно опаздываю. Вы записали слева. Справа вы пишете «Приходить всегда вовремя». И тут, конечно же, начинается паника. А как это сделать? Так вот удивительно, что если вы даете команду своему мозгу все время приходить вовремя, у вас постоянно будут такие моменты, то есть ваш мозг будет выдавать вам решение этой задачи. Ну, я думаю, принцип понятен. Что вы делаете в следующий момент? Вы, допустим, обращаете внимание на то, что вы часто сидите за компьютером, играете в игры или просто в праздную проводите время. Как заменить это на хорошую привычку, чтобы ваше время было с пользой? Вы берете книгу. Или вы смотрите какую-то очень важную телепередачу, какую-то информацию, которая может расширить ваш кругозор. Или вы играете в ту игру, которая развивает определенные навыки. память, внимание, концентрацию и так далее. То есть вы выбираете, если уж вы совсем не можете без игр, или логику. Кстати, шахматы – замечательная игра для развития логики. Итак, то есть вы, если вы не можете совсем расстаться с какой-то привычкой, вы находите какой-то эквивалент ей, чтобы это было на ваше развитие. И вы знаете, есть еще такой вот удивительный совет, что если вы в течение дня выбираете себя для определенного, какое-то определенное время и просто думаете о чем-то, или медитируете, или разговариваете сами с собой, или просто ведете дневник, как это ни странно, как ни удивительно, но это способствует повышению ваших лучших привычек. Это как-то развивает вашу личность, как-то углубляет ее. То есть ваши действия становятся более осмысленными, вы становитесь более взрослым человеком, потому что и медитация, и ведение дневника – это помогает вам анализировать ваши действия, помогает вам смотреть на себя, смотреть на мир, смотреть на события с несколько другой точки зрения и расширяет ваш кругозор. И таким образом, если вы в своей жизни привнесете что-то новое, конечно же, места старым вашим привычкам не останется. Я с вами прощаюсь. Всего хорошего, счастья, удачи, будьте счастливы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...